Продолжение следует... Я думаю, все разборим, можно начинать. Тема нашей сегодняшней встречи – уникальный продукт собственного производства корпорации «Левест» – «Анпозит», произведенный нами один из первых продуктов на нашем предприятии. Препарат очень интересный и, мне кажется, еще недостаточно востребован именно по незнанию его свойств, а не по эффективности. Кроме того, сегодня вебинар интересен еще и тем, что его можно назвать выгодным в плане условий его подачи. В течение вебинара и последующего остального времени в течение двух часов, начиная с начала вебинара, то есть с 11 по 13 московского времени, для вас будут предоставлены очень интересные условия. Особенно для работников и руководителей СССР. Если за это время вы приобретете по три упаковки «Анпозита», в подарок получите одну пачку «Камепара». Ну, соответственно, пропорциях, если больше, то больше. Кроме того, кроме того, есть небольшой такой забавный призик за лучший вопрос пять батончиков фруктовых нашего производства. Количество продукции, естественно, ограничено, так что прошу время не терять, а заниматься делом. Обращайтесь, пожалуйста, в отдел продаж офиса корпорации Новосибирска и одновременно слушайте наш сегодняшний вебинар. Материал вебинара также необычен. Он сделан на основе настоящего научного доклада, который писался к Международному конгрессу ТКМ в Санкт-Петербурге в 2014 году, когда как раз у нас появился «Анпозит» и назывался достаточно мудрёно. Антигельмитная эффективность препаративных форм на основе композиции лекарственных тракт традиционной китайской медицины. Конечно, немногие из вас были на этом грандиозном форуме, ещё меньше слушали доклад, поэтому сегодня я попробую его в удобоваримой форме, чтобы было понятно всем. Передать его суть. Но перед началом работы немного повторим пройденный материал. Повторение, как говорится, мать учения. Наши встречи, по сути, являются уроками ойлана обучения по продукции китайской медицины. И желательно каждый урок повторять буквально в двух словах пройденный материал. Самый суть. Проходили мы тогда два препарата – «Лювэ» и «Мэйвэй». И выяснили, что «Лювэй» и «Мэйвэй» и «Мэйвэй» и «Мэйвэй» и «Мэйвэй» и «Мэйвэй» является одним из самых знаменитых и востребованных в мире препаратов ТКМ для питания почек и печени, субстанции, субстанции дзин и мозга. Буквально какое-то одно слово. Само же сфер применения и модификации. А «Мэйвэй» – его полноправный и достойный сын, который не только питает инь печени и почек, но еще собирает цель легких и питает инь легких. Более комплексный препарат. Атипропаразитов. Начнем немного с эстетического материала. Маленько испугаю вас, чтобы вы поняли всю драматичность ситуации и восприняли нужность нашего препарата. По оценкам ВОЗ, в мире сейчас более 4,5 миллиарда человек заражены паразитами человека. Причем эти цифры включают в себя не только селения развитых стран, но и благополучные европейские страны. Сейчас в России ежегодно регистрируется до 1,5 миллиона случаев заболевания глистами. Общее количество больных паразитарными болезнями достигает почти 20 миллионов человек. Из них 70% – дети. Кроме того, в различных исследованиях было установлено, что до 80% домашних животных, это кошек и собак, заражены глистами. Гельминтозы животного человека – это болезни, которые медики расценивают как изменение аллергического характера и подавление иммунитета. Те изменения структурные, функциональные, которые обусловлены жизнедеятельностью самих паразитов, вызывают глубокие нарушения в обмене веществ в организме хозяина. В настоящее время основными препаратами, которые применяются для лечения гельминтозов у людей и животных, остаются антигельминтики. Но анализ состояния различных органов и систем при действии на организм антигельминтиков свидетельствует о негативных последствиях их применения. К сожалению, они уничтожают не только паразитов, изгоняют, но и достаточно сильно влияют органам и органам самого хозяина. Поэтому мы все больше обращаем внимание на лекарственные средства, созданные из растений, в том числе и традиционной китайской медицины. Гельминтозы с точки зрения ТКМ несколько отличаются именно по поддаче, именно по объяснению. Воспринимается как застои сырости и жара. Поэтому алгоритм лечения звучит так. Естественно, это устранить застой, который образуется скоплением паразитов, да? Рассосать эти скопления, вывести наружу и одновременно нормализовать функции организма. Все вместе в одной баночке. Под антипаразитарными действиями рецепта понимает следующее. Прямое действие, то есть это уничтожение паразитов, создание для такой среды, в которой паразит очень сложно оставаться вовне. Второе, это рассасывание скоплей и опухолей, в том числе вот это скопление паразитов. Третье, это двигающее действие, обязательно должно быть ингредиенты в этом составе, которые сгоняют сырость, жары желудка, кишечника, печени и желчного пузыря, с послаблением, усилением моторики кишечника, имеет мочегонное и желчегонное действия. Третье свойство препарата должно быть антитоксическое, обезболивающее, противовоспалительное. То есть боли присутствует всегда под такого свойства. И четвертое, это восстанавливающее пищеварение, свободное движение ци и крови, которое было нарушено. По рекомендации китайских врачей для изучения был составлен, тогда составлен травяной рецепт, применяющийся в виде отвара. Данный рецепт, который потом в будущем будет ампозитом, в Китае широко применяется при аскридозе, анкилостамидозе, энтеробиозе, тениодозе и других паразитических заболеваний, в том числе опистархозе и лямблиозе. Состав его входит в следующие компоненты. Это мелия, уляльби, мелия цидорах, карар, это варстиня. Ингредиент имеет трудность к мерденам селезенки, желудка и печени. Имеет действие противопозитарное, противолешайное. Используется при аскридозе, анкилостамидозе, острицах, то есть энтеробиозе, лосоглаве и токсакта, то есть тропические паразиты. Следующий компонент это тория, тория по-китайски звучит фэридзи, семена тория большой. Пористую также уничтожает глистов, устраняет застои пищи в кишечнике. И применяется при анкилостомах, аскоридах, ленточных глистах, желудочных болях и запорах. Здесь уже, как видите, появляются и ленточные, не только круглые черви, но и плоские ленточные черви. Следующий очень сильный ингредиент, который очень, скажем так, серьезно относится к нашим официальным врачам, это препараты ореки, бинлан, пальма, орековая пальма, орека картеху. Семена, если вы помните, изучали китайскую фармакопею, используются как семена, так и кожурки. Здесь имеется в виду семена. Имеется тропность ингредиента к желудку и толстому кишечнику. По действию орека противопозитарная, хорошо рассасывает скопление и одновременно двигает ци и мочегонная. Поэтому применяется при застое к ци и пище с чувством распирания в желудке и боли, даже с появлением небольшого жара, ощущения. Сильно, как недостаток и как, может быть, действие и полезное, это обладает раздражающим эффектом на кишечник усилием аторику. Рассасанскопление паразитов используется при большинстве видов паразитов толстого кишечника. Больше имеет тропность на толстый кишечник. Куркума. Очень модное нынче растение. Куда только его не предлагают запихать. Современные фармацевты. Но в данном случае здесь оно обладает двигающим эффектом. Куркума длинная или юйцинь по-китайски. Используют корневища растения. Растения семейства имбирных, очень красивые. Имеют рогу с кмордианом селезенки и печени. По действию это двигает цинь, ослабляет боли тем самым, уменьшает застой крови. Обладает сегативным эффектом, улучшает пищеварение и обладает желчегонным, мульчегонным и стимулирующим действием. Как вы помните, три ингредиента перед этим обладали антипаразитарным большим свойством. Здесь же задача этого ингредиента продвижить, двигать скопление и обезболивать. Еще желчегонное. Пятый ингредиент это горец. Ну и не тот горец, там птичьи или земелины, которые нам известны в нашем регионе. Это горец остроконечный, ху-джан, по-китайски звучит, корневище, горца остроконечная. У него тропность также к печени, желчному пузырю и легким. Разгоняет ветер и сырость, убирает яд. Устраняет застой крови, уменьшает боль. Разжижает мокроту, назначается при отролокеях, болях суставов, желтухах, вызванном сырым жаром, аминореей, скоплении в калорах маски, кишечники и кашля с обидной мокротой. То есть работает на мокроту, на скоплении мокроты с ядом. Здесь он тоже логично поставлен. Следующий препаратик, ингредиент, я думал, многим известен. Это чуть ли не классическая, более утоляющая в китайской медицине. Чуань-сюнь, лягустиком чуань-сюнь. Иногда его называют кирчевником. Влагалищное, помните, нет? Бараник лягустиков, чуань-сюнь, корневище. Растение с сильным запахом. Имеет тропность к печени, желчному пузырю. По действию оживления крови, постановление свободной циркуляции ЦИ, изгнание ветра и прекращение боли. Используется, когда кровь и ЦИ застаиваются. Появляются боли в боках, парастезии и конечностей на фоне застоя печени, застоя крови. При головных болях любого гинеза. В данном случае, как боль утоляющая в составе. Есть еще, салсав очень большой и разумно составленный. Байбум, это стемона. Это корень стемоны. Тоже достаточно такое распространенное средство, но не токсичное такое, как первые ингредиенты. А по действию на паразитов. Используется в прилизных паразитарных заболеваниях. Не такое сильное, но тем не менее сюда входит. Квискалис. Ши-дзюн-дзин. Квискалис индийских плодов. Подробностью к желудку селезенки. Тоже паразитарное средство. Рассасывает скопления. Используется при аскоридозе. В основном это круглые черви. Застои пищи. Молока у детей может использоваться. С глистов и пищи. Такое несколько детское противопоразитарное средство. Применяется практически при всех круглых червях. Но немного действует и на плоски. Девятый ингредиент это карпезия. Хэши, карпезия, полынды, плоды. Тоже противоглистное средство. Убирает застой пищи, особенно у детей. Против паразитов в толстом и тонком кишечнике. Способствует элиминации, то есть отделению члеников. Отсоединение головки от стенки членистых червей. Если вы помните, проблема борьбы с ленточными червами в том, что при любых неблагоприятных условиях эти длинные черви, которые могут быть в длину 5-10 метров, просто отсоединяет часть своего тела, этих члеников сбрасывает, а головка остается внутри. Поэтому монопрепараты или какие-то более слабые препараты практически на них не действуют. Они выбросят и выбросят свои членики. Это видно будет по выделениям. А сальные головки остаются, которые впоследствии вновь разбираются. И вот приходится применять некоторые специфические препараты, ингредиенты, которые работают именно на отсоединение, создают такие условия, неблагоприятные для этого червя, чтобы он выходил полностью на отсоединение головки от стенки. Назначается при астеридах, астрицах, ленточных глистах, а также при боли в животе, нарушение пищеварения, связанное с кишечными паразитами. Десятый ингредиент. Всего 11. Не беспокойтесь, они не бесконечны. Хотя иногда кажется, что собрали все антипаразитарные ингредиенты в одном составе. Цаоцин. Это глядичья. Глядичья тайская, плоды. К сожалению, все это не наше растение. Так просто мы заменить нашими не можем. Но, тем не менее, это уже проверено средство, которое должно работать. Тропностью к мердианам легких и толстому кишечнику. По действиям убирает опухоли, ускоряет созревание абсцессов и дренаж гноя, убивает кишечных паразитов, является противовоспалительным средством, противопухолевым и противогрестным одновременно. Обладает противомикробным и антитоксичным действием. И, наконец, еще один уникальный ингредиент. Это амфалия. Лейван по-китайски. Это гриб. Плодовое тело гриба. С тропностью к желудку и толстому кишечнику. Подействие антипаразитарное и противогрестное. Довольно часто тоже встречается, но довольно редко по распространению, где его можно найти. Это гриб. Все указанные травы входят в рецепт, входят в фармакопию Китая. Специальным образом обработаны и не являются опасными ядами. Вот именно после специальной обработки. Тем не менее, действие ингредиентов сильное, действие самих трав сильное, и по отдельности, и вместе. Поэтому обязательно нужно соблюдать назначения как врача, так и наши советы в этом плане. По исследованию. Несколько лет назад данный состав был клинически исследован группой академикам Российской академии медицинских наук, доктора медицинских наук профессора Алексея Васильевича Лепюхина в Томске. Цель работы заключалась в изучении фитопрепаратов при лечении больных хроническим пистолхозом. При этом учитывался как паразитический, так и общий клинический эффект. Курс проходил на протяжении 7 дней. В ходе исследования под наблюдением находилось 14 больных хроническим пистолхозом женского пола в возрасте от 28 до 42 лет и с длительностью, очень большей длительностью заболевания от 10 до 15 лет. Согласно тракционной китайской медицины у пациентов был выявлен ряд симптомов, синдромов, характерные для данного заболевания. Это сырость и жар в печени и желчным пузырьем. То есть, а пистолки, помните, да, поражают, прежде всего, желчеводящие пути, не дают пройти. Затем, синдром пустоты печени. Синдром печени мешает ослабленной селезенке и кроме основных синдромов, у больных выявлены не другие синдромы, но с меньшей степенной выраженностью. Это сырость и жар в желудке и скопление сырости и жара в кишечнике. Плечения больные принесли хорошо. Тогда, еще раз уточню, брали в работу не анквозиты, в общем не было, не сироп, а брали отвар. Плечения больные принесли хорошо, состояние у больных значительно улучшилось. Антигельмитный эффект после одного курса, внимания, составил 62%. Это по аписторхиям. Представляете, такое ужасное и долговременное заболевание дало вот в первом же испытании такой эффект. Поэтому работа над изучением данного состава продолжилась и в компании Левеснах. В 2010-2011 году корпорация Левесна, базе Института экспериментальной института ветеринарии Сибири и Дальнего Востока на Сибирске провели еще серию опытов, но и уже на животных. Цель работы являлась оценка противопозитарной эффективности некоторых форм при геоминтозах лабораторных животных. Другими словами, нам нужно было проверить, насколько отвар, насколько работа отвара соответствовала работе, сделанной нами сиропом. правомерно было использовать ли этот состав в форме сиропа или все-таки различалось, результаты бы различались. И вторая задача по выявлению, это просто определение теоретической эффективности данного состава в виде сиропа при внедрении в животных, модельных животных, цистот, нематод, то есть аналогов круглых и членистых червей у человека, а также при экспериментальном опистотении, тоже на хомячках. То есть брали мы мышей и брали хомячков лабораторных. Ну, жалко, конечно, что говорит особенно те, где меня каким-то образом науку надо было двигать. Результаты. Результаты. Здесь много умных слов. Я постараюсь вкратце сказать более, скажем так, простым языком. По первой серии опытов доказано, что эффективность сиропа и отвара были практически идентичны. То есть цифры состояли при нематозах у мышей показатели интерэнфективности, это процентное выражение снижения интексивности инвазии. 17-18 процентов, при цистодах 53 и 50 процента. Полностью освободили в то время 14 процентов животных. В этой серии опытов было доказано, что мы обоснованно выбрали эту форму именно сиропа, причем лабораторные животные не нужно было их не нужно было насильно вливать, они с удовольствием потребляли сироп сами, то есть достаточно было поднести, не выпивали и эффективность, скажем так, была на уровне. А вторая серия опытов, здесь уже определяли терапевтическую эффективность самого сиропа. Искусственным образом были заражены нематодами и цистодами мышки и через рыб, через заражены были хомячки. И цифры были такие. Эффективность при нематозах составила 33%, полностью от паразитов избавилось 81% животных, достаточно высокий процент. При сусодах было, к сожалению, поменьше, 25%, а при апистархозе 28% снижение. и чистим было животных. Как вы помните, только что я вам рассказывал про работы, клинической работы в Томске на людях, да, там уже выкатило 62%. То есть не всегда показатели на животных превышают показатели на людях. То есть хочешь, не хочешь, это только экстропаляция каких-то данных. Кроме того, это очень важно, установлено, что мыши в опытных группах в течение всего эксперимента были активны, охотно поедали, корм и отклонениях в поведениях в них не было, а после их скрытия изменения внутренних органов не зарегистрировано. Представляете, даже после лечения апистархоза почки и печень, вообще все органы были достаточно, скажем так, не здоровые, но не нарушены. Быстро это предложение, что исследование препаратов, данные препараты обладают еще гепатаропротектором, протективным действием, то есть является еще гепатаропротектором. На основе исследуемого состава аппарация Левес в то время изготовила коммерческий продукт Ампозит. Это сироп для применения при глистных и паразитарных заболеваниях, болях в животе из-за скопления паразитов и гиперлипидемии. Его действие изгоняет и уничтожает паразитов, обладает желчегонным свойством, улажняет легкие, прекращает кашель, выводит избыточную влагу и способствует устранению отечности. Так, вы не забыли про сегодняшний наш необычный вебинар? Время идет, акция, люди покупают, так что смотрите, постарайтесь успеть, кто еще не успел. Возвращаясь к композиту, с точки зрения традиционной китайской медицины он убирает жар и застой крови, изгоняет токсины, изгоняет ветер, сырость, одновременно укрепляет селезенку, устраняет желтуху, оживление, придает оживление крови, восстанавливает свободу циркуляции и проходимость каналов, прекращает боли, показан при болях в области сердца, конечно, это не основные, это то, что он может по пути, в груди, подреберье, в животе, алькодисминории, аминории, из-за стоя ци и крови, применяется при болевом ревматизме со свойствами ветра-сырости, белях на фоне сырости жара, желтухи со свойствами сырости жара, кашли из-за жаров легких и запор из-за скопления жара. А теперь вспомним псевтоматику, что же все-таки представляет, чем же все-таки выражается паразитозы в поведении и здоровье человека. Еще маленько попугает вас. Все глистные инвазии характеризуются общими симптомами. Это складкообразные боли в области кубка, способность есть даже при наличии боли в животе и обычно болезненным, бледным или темным цветом лица. Часто наблюдаются белые пятна насколках, отмечаются с крышек зубов ночью. Смутное грызущее чувство голода, рвота слизью, так называемый ободренный язык. Пульс резко меняется от переполненного до тонкого. При неправильном лечении или длительной глистной вазе пациент становится истощенным и вялым, теряет интерес к еде, ослабевает зрение и слух, появляется сухость волос, живот становится большим и растягивается. Глистная инвазия является частой причиной нарушения пищеварения у детей. При инфицировании особенностей, при инфицировании круглыми червями симптомы являются зуд в области ушей и носа, выпуклые белые и красные пятна на слизистой губ. Для остриц это, конечно, зуб в области заднего прохода по ночам, детское заболевание. Для сальтеров это уже серьезное ощущение сочеря, это выделение при идентификации сегментов червей. Для анкилостом это извращение аппетита, чрезвычайно бледный цвет лица и плавающие отеки, изменяющие локализацию отеки. Перед началом лечения любыми препаратами антипаразитарными, в том числе и анпозитов, анпозита обязательно необходимо провести анализ кала, чтобы определить род, вид гемида. Перед его изгнанием, перезгнанием паразитов необходимо отказаться употребления от жирной калорийной пищи. Лучше принимать препараты натощак, даже то, что лучше, обязательно натощак между приемами дым. Дозировка должна быть четко определена. Как вы помните, здесь даже для простоты расчета заявлено, что 1 грамм препарата, 1 литовый аппарат идет на 1 килограмм веса у взрослого человека. Если дозировка кажется маленькой, то эффект не будет достигнут, а при слишком высокой дозировке возможны побольше эффекты, что может ранее прежде всего нормальный цепь. В любом случае нужно использовать эти препараты достаточно осторожно, особенно у ослабленных и пожилых людей. И, естественно, к беременным не просто, скажем, осторожно, вообще не стоит применять. После издания паразитов данными препаратами необходимо тонизировать селезенку и желудок, так как эти органы в любом случае страдают после клистной инвазии. А теперь простыми словами о уже почти восьмилетнем опыте применения и продаж анпозитам клиентам Левеста. Что я хочу сказать? Что анпозит работает, работает хорошо при различных паразитах как кишечника, так и желчных путей. У меня есть результаты, но уже не научные, очисты неофициальные на знакомых людях, которые применяли не только от круглой червей, но и апистархозы, и причем были излечения, полные излечения. А как вы знаете, в Западной Сибири это настоящий бич не только рыбаков, да, и любящих рыбу, ну и всего населения. И по распространенности этого заливания, и по сложности его лечения. Второй момент, еще раз скажу, что анбазит можно не то, что не употреблять даже, а можно считать гепатопротектором. Я не призываю употреблять именно для этого, но это значительный плюс в выборе этого препарата и подаче для клиентов. дальше. Желательно каждую осень рекомендовать своим клиентам проводить профилактические курсы, препаратами, даже без выявления каких-то симптомов или анализов на паразитах. Многое, скажем так, можно пропустить. Особенно это касается домашних животных. Так как я вот вижу, что связи некоторых нет. Я не совсем понял у людей, у всех не для связи или кого-то прерывается. Так, животному конечно можно давать даже нужный оппозит. Я знаю, что вот эти были такие у меня такая информация, что наши коллеги в лаборатории, которые следовали и как раз на мышках этот оппозит, говорю, вам прекрасно не пили. Так у них дома собака и кошка с удовольствием сами тоже брали самолечением и так пользовались. Дальше. Форма. Форма сиропа мне кажется выглядит наиболее практичная. Пока он вазит в этой форме будет оставаться. Количество сахара мы на предприятии постарались уменьшить до минимума. Был у нас и погуще, и послаще. Естественно, сухих веществ оставили столько же. Он стал пожиже именяться сахаром. А форма сахарная, во-первых, я доказывал, что она работает так же, как и отвар, а во-вторых, вы просто не пробовали анпозит в виде отвара. Это что-то, это его выпить, его нужно такое, геройство приложить, чтобы, скажем так, не просто выпить, а чтобы курс недельный пропить, это не кажется можно, тем более дети. Кроме того, мы в этом году сделали экстракт анпозита, чтобы разводить водой, пробовали такую форму более удобную, для применения в кавычках уже удобную. Выпить вообще было практически невозможно. Он до того яркий. Так что пока у нас остается именно эта форма, мы с ней будем работать и в плане эффективности, и в плане удобности для применения. Так, еще насчет совмещения анпозита с другими препаратами. Ну, в большинстве случаев этого и не требуется. Как вы поняли, даже по составу он достаточно самодостаточный. То есть есть препараты в нем, ингредиенты, которые более утолеющие свойства несут, работающие на разных паразитах, как в кишечнике, в толстом кишечнике, в желчных путях, как занимающие регенерации тканей, которые могли пострадать от действия паразитов. То есть в принципе все это есть. Единственное, что я бы сказал, все-таки врачи, врачи хорошо разбирающие могут делать акцент на тех или иных паразитов. Ну, например, было у нас препараты сувсирея. Сувсирея очень хорошо работает на лямбле, лямбиозе. А здесь если совмещать программ позит с препаратами сувсирея, даже просто сувсирея, которая у нас произрастает в России, можно получить лучший эффект. В некоторых случаях перед этим можно использовать какие-то желчегонные средства, например, карвипары и таркони желчь, чтобы улучшить движение желчи. А в принципе, как я сказал, оппозит является самостоятельным средством. Мне принесли батончики. Можете претенденты появляться. Так, ну, в основном все остальное вы знаете. Если что нужно, спрашивайте, пожалуйста, пользуйтесь сами и рекомендуйте больным. Тем более, что достойность замены для оппозита все же найти сложно. Да, я считаю, а нужно искать эту замену, если у нас есть в арсенале оппозит. Так что так. Спасибо за внимание. Не забывайте, что у нас идет до 13 часов по-московскому времени битвы на выгодный вы можете приобрести на удобных условиях, выгодных условиях оппозит три упаковки с призом с добавкой одного крови пара. Пожалуйста, отращайтесь, а я постараюсь ответить на вопрос три появляются. После профилактического курса оппозита какие наши препараты можно применять? Ну, прежде восстанавливающие цин организма, ну, напрашивайте сразу пилюлиоцин, восстанавливающие инь препараты, инь в любом случае страдает, ну, желательно, конечно, иметь трудность все-таки к селезенку желудку, те же целую линейку восстанавливающих инь, как люфе, как лау-ли, вот, часть, может быть, нет, велико восстанавливающие страны, в отдел продаж, заказывать товар, за это время он вам посчитает. Срок приема, сколько максимально можно применять в вазит? Ну, мы экспериментальным путем рассчитали, что для профилактического курса достаточно одной недели ежедневного приема, из-за расчета, значит, одна столовая ложка на 10 килограмм веса, лучше разводить с водой, это легче пьется, это профилактический курс, лечебный курс, это две недели, но с промежутком неделя, неделя отдыха и неделя вновь. Если какие-то серьезные заболевания, которые подтверждены анализами, можно потребоваться еще раз провести через неделю еще курс. В любом случае смотрите за реакцией организма, потому что еще раз напоминаю, что это он недолитый продукт, он сделан из сильных ингредиентов и просто петь для укрепления своих унитетов или что-то еще, не стоит этим заниматься. Он направлен на то, чтобы уничтожить и изгнать паразитов, поэтому просто так его долгое время особенно не стоит применять. Для профилактических целей да, может быть весной и осенью, в тое время наверное не стоит, не обязательно. И потом, что еще хотел сказать, по самочувствию, бывает просто появляется уже возможно скажем длительное потребление какая-то тошнота, расстройство пищеварения, в таком случае надо обратиться к врачу и уже пересмотреть или тренировку или на какое-то время отложить, чтобы не провоцировать себя частичным отравлением. Отравление, ну, как вот его слово вызвать? Ну, пусть так будет. Так, максимально, максимально во время сказал, планируется ли розлив в более большей емкости? смысл там в полу 4 упаков вполне хватает для длительного применения. Двухой для курса 4 упаковочки посчитайте насколько 250 миллилитров на 70 разделить 4 интернета нашего бинара больше нечего нечего клиента в виде который принимает его часто потому что там физически появляется какая-то зараза противопоказания но если оппозит применяется в Индии я очень горд за это противопоказания детей ну детей основные проблемы это все-таки круглый черри иногда я рассматривал оппозит это как артерия крупного калибра иногда может быть и нет смысла маленьких детей использовать ее если выгодно какие-то острицы можно более гораздо легким способом с помощью ног роботом или чеснока их вывести это все-таки меньше отразится если более серьезные поразиты то да просто уменьшаешь дозировку и под наблюдением врача их применяешь так так ну мы рассмотрим этот вопрос я не знаю насчет емкости ну в плане стоимости я не думаю что намного будет уменьшена а в плане удобства применения чтобы сделать недельную может быть хорошо мы с тем обсудим этот вариант есть лабораторно подтвержденный случай излечения атостеридоза у взрослых с этим препаратом просто призываю всех врачей скидать информацию не обязательно мне может вообще влевест по эффективности по подтвержденным случаям лечения каких-то заболеваний этим мы такой плюс делаем не только в плане продаж нашей продукции мы плюс делаем тем числе и людям которые страдают от болезней которые еще не уверены скажем так применения нашей продукции и думаю что большую пользу приносим было ранее озвучено противопоказание жар крови жар крови здесь также иногда могут быть паразиты до это уже более серьезное заболевание здесь скажем так я сходу вам не смогу точно разобрать такую ситуацию жаркое это уже скажем так крайняя степень выраженности заболевания которые нужно сначала ей заниматься потом уже удалять паразитов из кишечника я так понимаю помните пожалуйста акцию три паразита антипозита и один королепар три бутылочки анпозита плюс одна упаковка королепара подарок королепар у нас желчегонная да то есть вполне можно использовать перед вот для того же лечения лечением паразитов желчных путей для того чтобы провести такую подготовку для общего для полного курса спасибо ну если вопросов больше нет я для расходу прям так королепар перед импозитом да думаю что здесь скажем так такую схему лечения рекомендовал у нас Сергей Павлович да перед наверное и возможно после после курса пожалуйста более точно можете у него парфонтироваться он все-таки врач и у него есть опыт в этом плату применения я думаю вам расскажет Сергей Павлович отвечает королепар утром и позит перед сном не буду Сергей Павлович спорить я бы вообще рекомендовал только один и позит пока подготовка я думаю что и так будет работать хорошо жар крови я сейчас скажем так не эта тема не входит в тему нашего вебинара тема продукции это все-таки клинический случай да Сергей Павлович может сейчас ответить когда 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 могут услышать по данному синдрому какую-то информацию я буду благодарен когда появится продажа по-моему у нас продажа уже с 11 года он позит был перерыв да был перерыв когда вначале мы его производили на другой базе два года назад мы начали производить его на свое предприятие так что с тех пор у нас перебоев нет с импозитом пожалуйста обращайтесь всегда есть жарь крови под пациентом он правильный паразитов терминальное состояние так уважаемые уважаемые слушатели лучший вопрос прям сейчас я не смогу определить снова пробежаться по всем 5 батончиков мы обязательно вышли чуть-чуть позже после окончания вебинара вообще мне достаточно было обидно узнавать при такой распространенности паразитоза в том числе апистофии что так мало знает о нашем продукте так мало знает о этом замечательном составе мы его скажем так не с пальца высосали это классический классический состав состав составлен по классическим блокам китайской медицины и он работает замечательно и даже скажем так нашими обычными травками чтобы российский аналогичного рецепта я не встречал и никогда не пользовался жарояда надо добавить схему спасибо большое за внимание еще раз уже все будем прощаться через неделю мы планируем продолжить рассказывать о продукции нашего предприятия более подробно и с большой долей вероятности что это будет препараты против депрессии прежде всего аншень и жемчужная пудра вот это в паре более подробно расскажу про аншель который по китайскому названию является не является аншелем и для чего можно в каких случае когда примете депрессии